МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди нашли способ возвращаться к жизни после смерти. Впервые восстановить живой организм после глубокой заморозки смогли американские учёные. Подобные эксперименты проводились и раньше, но размороженные клетки погибали в течение суток. Новый метод основан на принципе кислородного голодания. Эмбрион дождевого червя поместили в специальную камеру без кислорода и только потом заморозили. С помощью видеокамеры учёные наблюдали, как активный процесс деления клеток прекращался, и жизнь полностью замирала. Когда через 2,5 часа эмбрион отогрели, он снова начал двигаться. И его развитие ничем не отличалось от развития обычного организма. В ходе эксперимента выжили 97% дождевых червей. Кислородное голодание блокирует биологические процессы раньше, чем начинаются необратимые изменения. Уже сейчас эту технологию будут использовать для хранения донорских органов. Заморозка может спасти сотни жизней тех, кому нельзя оказать помощь на месте. Развитие этой технологии позволит совершать путешествия во времени. Человек сможет заморозить себя на столетия, а затем вернуться к жизни и увидеть мир будущего своими глазами. Открытие американских ученых объясняет случаи воскрешения людей после переохлаждения. В 2001 году в Канаде девочка замерзла на улице. Температура ее тела уже опустилась до 16 градусов, а сердце остановилось. Врачи нашли девочку и вернули ее к жизни. В 2006 году японский альпинист потерял сознание в заснеженных горах. Спасатели обнаружили его через 23 часа без признаков жизни. Его тоже смогли реанимировать. Метод гипотермии уже применяют в медицине. Английские врачи с его помощью вернули к жизни 4-месячного младенца после тяжелой операции. Температуру тела понизили до 33 градусов. Мальчик провел в анабиозе 4 дня. Это помогло. Я не думаю, что это определяющий шаг к реанабиозу. Но тем не менее, тем не менее, шаг сделал. В ней есть и чисто практические вещи. Это позволяет, это много возможностей для медицины, для экстренной медицины, но колоссальные возможности. Мы не довозим больных до больницы чаще всего. Может быть, со временем будут какие-то реанимобили, которые будут выезжать срочно на какие-то катастрофические ситуации. Я уверен, что рано или поздно мы все равно этого добьемся. Продлить жизнь людей пытаются специалисты по крионике. После смерти человека замораживают при ультра-низкой температуре и помещают в жидкий азот до лучших времен. Первого пациента положили на криосохранение в 1967 году. Им стал американский профессор Джеймс Бетфорд, умерший в возрасте 73 лет. Контракт на заморозку и сохранение тела в США стоит около 200 тысяч долларов. Сегодня договор с крио-компаниями заключили более 10 тысяч человек по всему миру. В основном это бизнесмены и знаменитости. Из ныне живущих замороженными после смерти хотят быть Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Вы понимаете, эта технология, конечно, дает возможность сегодня кому-то заснуть и проснуться в будущем. Станислав Лем все это уже давным-давно описал. И у него вот в романах очень часто подобного рода ситуации описаны в фантастическом смысле, которые дают возможность людям задуматься над вопросом, а надо ли. Например, возьмем мой любимый роман «Возвращение со звезд». Там Эл Брэг, возвращаясь через 127 лет после того, как он покинул Землю, для него это было всего лишь 10 лет, встречает абсолютно видоизмененное общество. В этом обществе у людей напрочь отсутствует агрессия. Люди-овощи, которые не склонны к насилию, которые не воют друг с другом, которые не агрессивны. И всего этого вообще ничем не интересуется. Когда мы говорим о фантастике, мы часто сталкиваемся с тем, как люди из прошлого, из будущего, из настоящего коммуницируют друг с другом. Но на самом деле, я уверена, это невозможно. Людям из прошлого не нужны люди из будущего. Как, собственно говоря, люди из будущего никогда не примут людей из прошлого.